здравствуйте глупо уважаемые любители ледных видов спорта сегодня у нас замечательный ролик посвященный как вы думаете чему вот это называется брить жопой ведь как я могу пустить взгляд и смотреть на скалы которые щекочет мою пузико очень прикольно это пипистрель таурус который вы наблюдали осенью в ролике девушки будьте осторожны какой смысл а как можно потрогать девушку для коленку хочешь я дам тебе потрогать облако редко девушка устоит но она приравнивается браконьерство это же просто кровать можно сказать ложись и наслаждайся друзья это вот как раз то что нужно для того самого не дай бог конечно мы не снижаемся практически тот самый таврус с тем самым прицепом и сейчас наконец-то в конце мая месяца он стал перешел в мою собственность этот процесс был не очень быстрый но достаточно простой и вот я хочу вам сейчас наверно снять ролик который будет говорить о том ну почему именно вот этот планер почему именно вот что меня мотивировало сделать это действие несмотря на то что у меня вот в этом ангаре стоит мой шляхер на котором я сегодня буду летать вот почему мне нужно было взять и приобрести вот этот пипистрель я попытаюсь в этом ролике объяснить вам причины и планы по поводу причины покупки и планы по поводу вот этого замечательном плане я отмыл старый прицеп но этому прицепу больше десяти лет но он как новый он из алюминия это плюс единственно здесь видите когда закрывали есть некоторые повреждения то есть надавила на алюминий продавила его чуть-чуть то есть вот это максимум того что есть и вот этот пластиковый кожух чуть-чуть красочка сходит он будет покрасить а так это алюминий а это значит что прицеп вечный то есть алюминиевый профиль здесь внутри они красивые алюминиевый каркас сейчас я вам покажу ведь спереди ну вот конструкция нашего прицепа видите алюминиевые профиля согнуты на герметике аккуратно приклеен алюминиевый лист вот он и здесь некоторые пласт пластиковые вставки то есть допустим вот этот вот вот эта вся часть она конечно не из алюминия на из пластика она тоже так красиво гармонично вклёпана в конструкцию и что изнасиловать за это время конечно вот этот пластик то есть видите здесь краски нет это все надо будет чистить это тоже алюминий конечно это прекрасно то есть вообще ну и состояние ну понятно что вот эти вот дуги безопасности это надо все взять по-хорошему отписка струйте покрасить чем я займусь в целом вот машинка ее можно как прицеп так и планер привести в идеальное состояние она будет летать очень долго очень хорошо почему я не брал новый потому что это реально дорого то есть новый планер такого типа выходит где-то тысяч под 150 евро не только этих денег нет сколько ну наверное понимание понимание насколько все таки вот нас идея полетать сыном потому что планер оборудован парашютом который спасает весь планер целиком что будешь делать петлю или бочку бочку вот а молодец макс правильно ну конечно так всегда все сваливаю все игрушки которые покупаются для макса покупает папа себе но макс ты хочешь полетать на таврусе да макс уже готов и почему именно таврус потому что у него есть парашют вот ручка если что мы спасаемся вместе чеку потом мы снимем вместе с максом они прыгаем по отдельности на парашютах это огромное преимущество этого планера позволяет допустим спокойно летать с людьми которые вот может быть не выпрыгнут из по какой-то причине из планера или там парашют могут не открыть или еще что-нибудь ну и прекрасно видно можно всегда максика погладить пощекотать за ушком помочь ему пилотировать и плюс еще вот попробовать вот это вот полет на малой скорости то есть это это ультралайт он летает медленно но он позволяет вокруг вот во все во всей этой системе позволяет долететь до каждой горки пощупать ее попробовать немножко другой вариант полета кардинальный потому что на большом красивым мощным стеклянном планере я привык а на планерах которые летают с меньшим качеством с медленнее еще что-нибудь я давно летал я сейчас на соревнованиях летает от нас 27 мне очень понравилось хочется по-другому чего-то вот для этого по-другому этот планер он там стоит планер в наборе честно надо придем я попробуем там выкрутить закрылок коп минулечку все ну видите работает вандафу я плюс файм о майзинг самое главное владение им очень простое то сейчас вот весь ролик будет о том что как можно летать просто то есть это вот вот эта штука понятно что она стоит денег но можно купить бы уж не можно восстановить можно еще что-то но это именно та свобода которая минимизирует бюрократию я сейчас вам на примерах моего пути мы мои покупки планера попытаюсь рассказать о процессе как я его купил и что для этого какие бумажные работы я делал это меня реально и удивило то есть мне говорит что это просто но я не думал что так просто а вот сейчас мы посмотрим друзья сейчас я вам покажу что происходит вас на аэродроме здесь какая-то оргия жуков на самом деле аэродром весь уже кошенный но почему кстати важно иногда траву не косить до конца ну что экосистема ведь какие-то жуки живут какая-то травка выползает должны кузнечики где-то тоже размножаться вот кстати место от стоянки прицепа долговременный видите трава пожухлая сейчас она зарастет все надо покосить будет немножко так что когда трава отколосится упадут семена может быть скосить чтобы вокруг некая пожарная безопасность потому что если где-то кто-то кинет окурок чего на нашем аэродроме не делают дальше это загорится залезет под прицеп дальше бак-бабах и что будет контент огонь данила он мне поможет сегодня распаковать этот прицеп и достать оттуда таврус пепестрель и так замечательно алюминиевый прицеп пробуем его открыть все элементы прицепа в хорошем состоянии ему лет столько же сколько планеру планер 2007 года до 97 я сначала говорился 2007 года планер и такой же по возрасту прицеп и таинство открытия как пепестрелька хранится в прицепе ну видите да там место под стабилизатор у него основная проблема дико широкий фюзеляж и поэтому для того чтобы ну то есть он фиксируется а петлю покажи как молодец правильно а пикирование пикирование от себя ручка но мы сейчас такого бочку петлю и пикирование делать не будем но полетаем знатно точно все максик надо уступать место для детей ли а ты передай народу видите мехом обтянуто но не мехом как ковролином обтянуто место куда киль ставится все такое аккуратненько и сама поверхность планера конечно соответствует возрасту то есть это сколько 15 лет получается ей свете 3 финиш и 3 финиш я сделаю моего друга рекламу мы его дадим позже когда с ним договоримся то же самое здесь допустим видите на фюзеляже от при перевозке при ремне вот этом все некие тыры потертости это все надо в идеале приводить в порядок то есть планер раз где-то в 15 в 10-15 лет делается рефиниш он довольно дорогой но после рефиниша поверхность планера становится идеальной ну вам кажется что она сейчас идеальная но я могу сказать что нет не идеально это достаточно шершавый шершавый такой уже пластик вот он еще час пыли немножко то есть ждет этот планер скорее всего рефиниш но это нормально это процедуру можно делать достаточно бесконечно в чем она заключается вот здесь есть гелькоут это слой такой вот не знаем смесь смеси что ли эпоксидной краски которой ну или грунта там как 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 смотря как делают по какой технологии и вот это все счищается полностью до стеклоткани потом восстанавливается исходный профиль там ямки всякие за шпаклевываются и планер красится заново и получается новый старый планер как планер фиксируется при перевозке ну во первых затягивается вот эта хвостовая лента которая сейчас не затянуто ну потому что прицеп никуда не ездил если бы ездил и затянули то что планировал что нам летать будут я конечно скажу так если загрузили планер в прицеп затягивайте ленту грузила не я а его бывший владелец поэтому конечно ему двойка я всегда проверяю эту ленту перед путешествием потому что помню незабываемый случай когда до дискус купленный государством российской федерации в орловский аэроклуб единственный там за 20 лет планер стоимостью там 100 с чем-то тысяч евро его не закрепили хвост то есть вот не был в эту ленточку кто-то не затянул и дальше это все доехало до москвы и пробила дырку вот здесь видите вот место где киль планер бился вот вот этой наверное частью какой-то пробил не только прицепную пострадал сам в общем как это не мое государственное вот к чему это приводит и так раз об мимо промазал здесь достаточно простая система об видите рельсики мы можем немножко передвинуть крыло отодвинуть от фюзеля же видите тут совершенно не забыл небольшой зазор сделаны для того что все чтобы прицеп был поуже потому что он достаточно широкий а крылья фиксирует чтобы они не ходили в процессе перевозки туда-сюда их фиксирует вот этот вот конус вот сюда наконечник крыла входят и соответственно он держится и крыло никуда не гуляет и естественно когда это все заставляется нужно следить что искомить но попала куда надо так еще одна деталь нашего прицепа вот это вот каталка для заднего колеса и теперь как бы выкатываем пепестрельку нашу впереди нету ничем не зафиксирован сейчас мне нужно поднять хвост хвост эти достаточно тяжелый и потихонечку начинать двигать и смотрим чтобы главное не поцарапать крылья но крылья отодвинул по максимуму какой задняя до задние колесо управляемые поэтому при выкатке важно вы видите пытается все время куда-нибудь дунуть самое главное ваш друзья это не спешить потому что спешка здесь нужно только при ловле блок если очень быстро сильно спешить можно получить какую неприятность теперь насколько я понимаю я смотрю если еще палка по идее должна была могла быть вторая палка по которой это все съезжает назад но такой палки нет поэтому мне увы придется применить силушку мою богатырскую и удерживая хвост докатить планер так а если его положить вот так да если что он вполне кладется если нужно отдохнуть на вот эту красивую обтянутую ковром полочку а пока видите я медленными перестановочками об все теперь уже у нас хвостовое колесо на земле и мне не придется с таким усилием поднимать хвост так об выкатили мы наш пипистрель чик и теперь мы можем вполне снять с него чехол и посмотреть что же нам за красавица досталось вот воля что меня смущает в этом плане ли это тот этот красный салон ой я бы конечно хотел синий или серый вот это да вот это красная красная красный буду ар до красного фирали ну что ж попробуем открыть я опять же этого ни разу не делал вспоминаем где здесь ручки вот они собственно фонарь опять же был не закрыт что неправильно на кочке он может подпрыгнуть и открыться прямо в планере то есть тому кто парковал планер на стоянку двойка ну понятно был чехол накрыт и так далее но просто вот всегда обязательно в при транспортировке должны быть закрыты вот эти элементы а у нас это плаги планер dg-400 один из самых доступных планеров на рынке самовзлетных минус его только один этому мотору очень много лет а так ротокс 505 а запчасти на которой крайне сложно найти а в остальном это просто прекрасный вот он стоит там в районе 50 тысяч евро планер который сам взлетает не требует буксировщика и полная свобода здесь у нас друзья более современный ротокс вот свобода взлетать когда вам нравится сейчас например все остальные ждут когда прилетит буксировщик из гапа он должен прилететь к 12 часам и погода уже есть видите есть облака и наш планер замечательным образом разгоняется и улетает сам на самом деле пилоту здесь реально удобнее летать с правой стороны почему потому что вот ручка воздушных тормозов и и и конечно и ручка закрылков это все лучше на левую руку чтобы не нужно было переносить до рулящую руку то есть на этом планере удобно летать справа однозначно но я летал на нем как раз вот слева управляется все удобно единственное что вы понимаете да чтоб например газ дать вот это вот ручка газа переставить закрыл и так далее приходится переносить ручку в левую руку я прекрасно и левой рукой управляю поэтому ничего страшного да вот это триммер точно хороший кстати вот это вот 400 чем он прекрасен тем что это один из первых планиров который делался исключительно под мотор то есть там применение довольно существенно углепластиков то есть сама конструкция планера такая достаточно инновационная для тех лет и вот это вот применение углепластиков позволило снизить вес планера ровно настолько чтобы туда поместился двигатель не утяжеляя сильно конструкцию если раньше там всегда делался планер как будто он без мотора а потом добавляли мотора получалось что-то я что средняя и не очень летучая то в данном случае она летучая посмотрим заслужить и учтите что сейчас дует попутный ветер порядка пяти метров в секунду мы лично за самолетом будем взлетать с двумя моторами об да хорошо взлетел сеть какая хорошая скороподъемность прекрасно вот если планер самовзлетный очень очень недорогая очень качественная штука то есть букс нас завелся сейчас он будет поднимать планера у которых нет мотора или как мы которым нужна помощь на взлете с попутным ветром пока он тут трахтит смотрите внутренности вот стоят две литий-ионные батарейки замечательные тоже видите везде углепластик вот это вот как раз контейнер под парашют спасательный это ниши шасси здесь много места тут версии планера которая летает с батарейками вот здесь где-то устанавливается контейнер под батареи можно еще и сверху установить то есть можно место немерено совершенно то есть вот когда планер боевом состоянии здесь висит такая полочка багажные тут в этом багажнике реально очень много места я прям смотрю на потенциал планер мы весь с его владельцем просмотрели дефектоскопом на предмет повреждений нигде он не бит как это не не бит не валялся не не гулял единственное что присутствует и владелец указал это при продаже здесь при продаже если ты указываешь что-то недостоверное уголовная ответственность так вот это вот этот видите красный фюзеляж была посадка видимо без шасси возможно ну и тут немножечко так все подкрасили то есть она на травочку была то есть как бы ничего страшного могу сказать что на своем плане или на принцессе я два раза уже садился без шасси то есть пилоты делятся садился без шасси и кому это еще предстоит у данила полочку подготовил как развитие для все на куда туда встает до нас туда встает это радиомаяк аварийный который если бах-бах-бах то да чтоб нашли вот второй ремонт это на болтиках обтекатель крепился владелец его приклеил намертво потому что вот это колесо узел это достаточно нежный и была какая-то посадка когда этот узел сложился и соответственно где наушники колесо ушло внутрь повредился обтекатель вот этот ремонт тоже зафиксирован ну что нужно будет сделать нужно будет снять вот этот вот колхоз ввести при финише вернуть изначальное состояние сделать как было на заводе заодно колесо поменять еще преимущество огромное этого планера буксировочный замок то есть он закрыт час обтекателем потому что не используется для текущих полетов но принципе этот планер можно поднимать за самолетом это огромное преимущество его вот эта отцепка от видишь слышно даже как он работает слышишь щелкает замок да пока если что если у меня какая-то проблема с двигателем мне не хочется взлетать на двигателе я могу взлететь на этом на этом планере за самолетом независимый пилот данила сейчас упс сядется в планер до планер сейчас у нас на не на шасси своем и на лыжементе поэтому конечно букву сильно скакать на нем не нужно мы поэтому делаем все аккуратно крайне ну что ты скажешь ну комфортно просторно давай и подожди эти аккуратно опущу круги убирай я держу фонарь держу держу дюру убирай если уж фонарь повредит кто так я ну ну одному вообще красота целых пять сантиметров над головой расскажи о разнице по сравнению с тем как мы с тобой летали да я к нему залезу ой ну во первых обзорность огромная ну вот я купил этот планер обзорность ты же понимаешь что свое время когда нет секс это это борисевич по сексе много разговаривает я все-таки считаю что планер для секса не нужен ой ну как может и нужен жена моя со мной летает в принципе почему бы не проэкспериментировать так ну что закроем фонарь что было все ты что-то включил кстати давай аккуратненько фонари это самая дорогая штука этого планера наверное о да я просто забыл эти ощущения я летал помню первое самое яркое было я в аквариуме и can be a little bit но друзья это вот как раз то что нужно для того самого maybe we are going to look if it's ok for you so you can be a little bit more perfect то могу сказать по ощущениям кабине ну во первых конечно как я уже говорил легендарный обзор просто он фантастический все эти к скалы чувствуешь лицом практически не дай бог конечно вот это конечно впечатляет то есть меня как пилота обзор впечатляет и вот он аквариум только теперь мой ну все все прекрасно ключ у нас есть вот ключ 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 в замке если что раз чук вот и полетели давай откроем это жарко да реально дай-ка камеру друзья опять же впечатляет я только что закрывал фонарь продуманность детали видите вот этот кокпит да вот это все углепластик даже вот эта маленькая ручечка из углепластика то есть все сделано почти одной одной задачи чтобы как можно легче сделать планер и поместить его в класс ультралайт тебе нравится там на самом деле колесико есть колесико есть да конечно и очень думаешь он час я думал нет парни вы не правы это нормальный планер до 500 достаточно хорошо летающий достаточно старинный сейчас взлетит выглядит комично смотрел часто разгонится до какой-то скорости уже подымет носик и ой этот запах касторки горелого двухтактного масла поднял сейчас но видишь ему сколько пришлось по ветру бежать я общаться на гря бы вот на не рискнул бы сейчас по ветру взлетать вот абсолютно точно потому что вот это вот и ты то что мы с тобой взлетали тогда страшный взлет пистрель ты взлетел и пистрель вот о да и пистрель бы взлетел точно кстати молодец здание ты хорошо очень для ролика все говоришь друзья пистрель бы взлетел у этого планера одна из лучших в классе энерговооруженности то есть ему вот этого двухтактного своего движка то есть у него при его взлет на весе четыреста семьдесят пять килограмм движочек мощностью по моему даже больше чем на моем шлякере и вот эта малышка опять же крыло с толстым профилем отрыв у него на 65 происходит то есть он взлетает просто пулей это одна из причин по которых я хоть захотел владеть таким планером чтобы иметь возможность именно взлетать с очень коротких дистанций ты тут уже какие-то нажимаешь штучки смотрим что есть интерком это все как обычно это вентиляция лишь смотри но носики закрывается вот у этого планера опять же шикарная вентиляция и он очень тихий то есть вот этот вот фонарь с уплотнением здесь очень удачный контур наверно уплотнение то есть он реально в полете шумит меньше опять же чем у и шляхер так ну что здесь вентиляция да да здесь тоже вентиляция то есть вот комфорт продуман на пятерку состояние опять же кабины вполне себе нормально то есть мне не нравится приборная панель здесь поснимали снят прибор один вот эти конечно наклеечки можно все сделать намного получше там но это вот скажем так сделано как сделано то есть у меня план максимально привести это в приличное состояние убрать этот компьютер поставить все-таки другой починить вот этот прибор контроля полностью двигатель а видите заклеенный индикатор не показывает температуру двигателя температура двигателя выведена отдельно что-то еще выведено отдельно то есть вот эти два прибора сделаны для того чтобы заменить мертвый индикатор этого прибора то есть это такие мелочи которые влияют на стоимость планера но вот но не существенно то что я все равно бы делал под себя надо понимать что конечно прибор вот этот вот там 15-летней давности сейчас есть все намного лучше и современней и правильный вот это количество антенн опять же можно под уменьшить там флорум другой поставить то есть это все скорее всего я буду кардинально переделывать ну как солидно я все такое взял до подкоплю немножко тоже возьму вот не но очень просторно во первых я думаю что кстати первый кто в нем сидит до гордиться даже возможность не макс не жена еще не сидела так что вот поперли сегодня ну ты мыл вчера прицеп мыл мыл конечно заслужил заслужил да друзья кто хорошо работает тут вы хорошо летает а вопросы студии вопросы студии скажите а какие его прогулочные качества прогулочные они безграничные потому что на это панорамное остекление во-первых конкретно вот эта модель почему именно этот планер я мог купить может быть чуть выгоднее более свеженький планер еще очень еще чуть но этот планер с любовью доработан у него установлены два крыльевых бака два бака по 30 литров поэтому это реальный ну уже ультралайт который может далеко лететь понятно что когда в него нальешь по 30 литров каждый бак он в четыреста семьдесят пять килограмм уже не влезет но кто же видел этот взлет а там топливо вырабатывается он абсолютно помещается во все нормы почему 475 ну такая граница принято то есть в этом случае считается что планер летать будет однозначно медленно на и при своем медленном полете нанесет минимум повреждений взлетает на маленькой скорость то есть 2 2 границ 65 килограмм километров в час взлетная скорость у него скорость срыва точнее у этого планера действительно 65 километров в час летает за счет толстого крыла достаточно развитого хорошего закрылка но за не закрылок флоперон то есть коллерон вместе работающий как закрылок по сравнению соответствует полностью этому классу ну конечно чтобы попасть в этот класс приходится использовать углепластики планер получается дорогим то есть вот минус вот того что нужно влезть в этот класс это дорогая дорогая высокая стоимость но зато мы получаем легкий планер который утяжелять можно это только улучшает его характеристики то есть если залить побольше топлива этот планер начинает лететь получше потому что ну поля раздвигается на более высокей скорости, и ты получаешь возможность там просто быстрее летать по маршруту. Может быть, немножко скорость в потоке увеличивается, но так как он стоит в потоке на своих там, не знаю, 65-70 км в час, он стоит очень хорошо. То есть на малых скоростях это потрясающая машина. Минусы. Если мы пытаемся летать быстро, ну, посмотрите, какая огромная кабина, это же все создает сопротивление. Поэтому, как только ты переходишь границу 150 км в час, эта штука уже не летит. Ну, летит, но вот ее стихия 120, ну, 140. Ну, вот-вот-вот. Это штука для медленных прогулок. И как раз для прогулок она их создана. Если человек хочет часочек полетать, если он хочет летать, посмотреть пик Дебюр, гору, если он хочет, в конце концов, на ледники, я на этот планер встречал в таких местах здесь, в Альпах, что просто ты волосы дыбом, как он туда попал. Туда долетает просто дольше. То есть, если на Принцессе мы туда залетим до 3 часа, до Меттерхорна, допустим, можно ли на нем на Меттерхорна дотрактить? Да можно. Просто это займет не 2-3 часа, а 4-5. И придется приземлиться в осте, съесть мороженого, заправиться топливом, взлететь на следующий день и вернуться обратно. То есть, ну, немножко другая философия полета. Просто и всего. Ну, то есть, получается, когда вы, если себе собираешься покупать, это как выбор между Ламборджини и комфортным каким-нибудь там, ну, не знаю, Мерседесом Камри. Если бы я брал планер для того, чтобы кататься по выходным, получать какое-то удовольствие, в основном, вот, если брать идею летать с кем-то, то есть, если бы я покупал одноместный планер там гонять где-то, нет, я бы купил другой. Но если я брал планер, во-первых, самому прогуляться вот в такой кабине комфортная, во-вторых, прогуляться с кем-нибудь с друзьями, то это вот очень, мне кажется, очень достойный хороший выбор. Потому что потрясающий обзор. То есть, он, ну, и потом вот сидишь, ты можешь Даниле сказать, ну, Данила, там, как ты? Он скажет, э-э-э-э-э, там, ты пока не видишь его реакцию. Поканчик передать. Да, если, например, ты заснул, он может тебя разбудить. Вот. Можно, там, поставить фильм какой-нибудь большой на большом экране смотреть. Наш, поиграть, опять же, скучно стало. Что угодно. Ну, конечно, с девочкой летать лучше, чем с Данилой, но где же эта девочка сейчас? Вот, нет, пришлось сажать пока Данилу. А ты учись, ты вот думаешь, что вот, пожалуйста. Конечно, выучить буду летать с девочкой. Низких скоростей для прогулки. А, есть. Ты не видишь, как мир несется вот так. Скорость куда-туда-сюда-туда. А ты неспешно так. Орелики, птички, озерца. То есть, ты успеваешь насладиться. То есть, я в этой гонке скоростей, вот в этой скорости, я много часто пропускаю что-то прекрасное. Потому что ты летишь, ты куда-то гонишься. Как и в жизни. Ты гонишься за этой жизнью, и не видишь, что вокруг тебя, не чувствуешь этот каждый день. Вот этот планер, чтобы этот каждый день чувствовать. Наверное, так. Но, это еще не все. Основное его преимущество бумаги. Может, давай ему прямо в кабине, раз он интервью идет, подашь чемоданчик? Основное преимущество этот планера, друзья. Вот, видите, чемодан на мою принцессу. Здесь у меня, ну, можно сказать, вся моя жизнь. Вот эта папочка, вот эта папочка, это документы на вот этот планер. А теперь смотрите, сколько на обычный планер. Вот эта кипа, вот это все, вот это, вот на планер тот, HG32 Mi, на котором я сейчас летаю. Вот это вот куча бумаг, куча проверок. Каждый год нужно проходить. ARC, которая не так дорого стоит, она стоит 275 евро, но, но это все нужно делать. Вот этот вот, вести флайбук, допустим, да, вот это все тут, а, нет, это просто документы сложные, еще куча бумажечек. Ну, короче, бюрократия. Она исполнимая, не очень сложная, но она есть, и без нее никак. Я тебе оставляю, вот ты попробуй это все сложить теперь. А теперь смотрите, что есть на этот планер, и что я сделал за время, ну, как я вообще купил его. Бумажки, которые есть на этот планер. Вот единственную бумажку, которая, видите, написана, никому не давать никогда в жизни. Это, я так понимаю, первоначальное свидетельство о регистрации, которое выдал мне Терри. Дальше, вот это документы на парашют, папочка. Парашют нам нужно будет переложить через год. Парашют, который баллистически стреляющий. А, нет, смотри-ка, в 2025 году надо будет переложить парашют. Ну вот, замечательно. Вот это вот документы на вариометр, который установлен новый. Вот он. Ну, это акт проверки, что этот вариометр не нужно проверять еще какие-то года. Но, опять же, я могу его проверять, могу не проверять. Это я все, что получал, когда получал планер. Это временное разрешение, когда я его купил на месяц полетов. Было выдано, так можно делать при покупке. Я его еще не перерегистрировал. И вот это вот инструкция по эксплуатации. И, я так понимаю, что инструкция, если что, нужно отремонтировать. Вот две таких тоненьких, коротеньких книжечки. Они на французском, они такие же есть на английском. Это все тоже есть в интернете. Все. Вот это первая часть квеста. Все бумажки, которые идут с планером. Теперь, держи, чтобы не потерять. Что мы делали дальше? Мы написали рукописное заявление, ну, на формате А4, что один человек, другому человеку продал планер за какие-то деньги. Подписали оба. И, замечательным образом, ставил я владельцем этого планера. Дальше. Терри мне помог составить бумагу. Она тоже занимает формат А4. А акт о, ну, взвешивании планера соответствует его норме. То есть, я перечислил оборудование, которое стоит на планере. Радиостанцию, еще что-то, еще что-то. Две батарейки литиевых. И, вот эту бумажку мы послали в компетентный орган вместе с договором о купле-продаже. После чего, компетентный орган достаточно длительное время почему-то не отвечал нам. Оказалось, все очень просто. письмо упало в спам ко мне в ящик. И я его нашел только там через месяц. Нашел, увидел, что они сказали вы одну подпись поставьте, пожалуйста, в другом месте. Я переделал эту бумажку, поставил подпись в нужном месте и ко мне по почте пришла вот эта вот, как вы видите, вот конвертик маленький. Что мы наблюдаем в этом конвертике? То есть, пока мы с органами, регулирующими общались только вот... По почте я получил такую бумажку, которая говорит о том, что я получил позывной, вот такой. И смогу с этим позывным до 25-го года спокойно летать. Потом просто там должен выслать, выполнить какие-то действия, получу еще раз. Дальше. Ну, это вот одна бумажка. Следующая бумажка, ну, она красивая, типа какой у меня позывной. Следующая, что я стал владельцем планера с регистрацией 05RT и могу на нем летать тоже до сколько-то лет. Сейчас скажу, сколько. Вот эта вторая бумажка говорит о том, что я получил свидетельство на планер. Вот оно. Оно бессрочное, действует пожизненно, ну, если я не соберусь кому-то продать. Но мне нужно его как бы подтверждать, что у меня все хорошо раз в два года, 24 месяца. То есть раз в 24 месяца я должен зайти на сайт регулятора, заполнить форму, что в моем плане ничего не поменялось или что-то поменялось. Если что-то поменялось, я делаю новый акт взвешивания, что я его взвесил и он весит вот столько. Сейчас он весит пустой 305 килограммов. Вот она, прекрасная бумажка, которая у меня есть. И для этого мне не нужно было ездить, ну, не знаю, как вот. Представим, что это, например, регистрируется в Росавиации. То есть сколько нужно было бы, наверное, сумасшествий проделать для того, чтобы это зарегистрировать. Даже, в конце концов, если не в Росавиации, например, в регуляторе другой страны, в той же Литве нужно немножко больше бумаг и нужно проходить раз в два года все-таки технический осмотр, который не ты сам делаешь, а делает инспектор. То есть это сразу же на этот же ультралайт ограничивает, накладывает достаточно много. Ну, вот тебе нужно это инспектор найти, договориться с ним, показать, что твой планер в порядке. Ну, будешь ли ты летать на планере, который не в порядке? То есть доведешь ты до полного свинского состояния, ну, твоя жизнь, в конце концов. То есть здесь считается так, что если ты такой, ну, значит, ты где-нибудь там и того, и улучшишь отсутствие генофонда на планете Земля, Дарвинская премия. Конечно, каждый пилот осматривает свой планер, старается, отдается это все на мастерам, которые что-то чинят, или если руки не задница, сам делаешь. Но бумажная возня минимизирована. То есть вы видите, что она снизошла до заявления на определенном сайте и все, раз в два года. И все. Больше ничего не нужно. А парашют где? Парашют сзади. Ну, парашют-то, соответственно, когда на него срок годности кончится, то ты этот парашют... За вот эту красненькую ручку нужна? Да, за эту ручечку. Вот тут, видишь, чека стоит специально. Чеку вынимаешь, дергаешь вот так, чпунь, и парашют, бах-бабах, и ты опускаешься. То есть даже если с этим планером что-то не так в воздухе на высоте больше 100 метров, то дальше все заканчивается хорошо. Все, друзья, вот это вся бумажная работа по планеру. При этом лицензия, которая используется для полетов этого планера, тоже пожизненная и бессрочная. То есть ты один раз ее получил, и дальше ты делаешь медицину, ну, как на автомобиль. То есть, ну, в Литве, кстати, признается, например, автомобильная справка на водительские права. Здесь во Франции она проходится у доктора Олива. Ну, примерно то же самое, что на планер мой обычный, только проще еще. То есть там допуски, ну, если ходить можешь, дышать можешь, хрюкать можешь, то можешь и летать, наверное. Ты что там ломаешь? Ну, подголовничек. А-а-а. Смотри, ноги ставят как. Ну, посмотрите, друзья, вот посадил в планер, вроде как хорошего человека. Что ты творишь? Оказалось. Оказалось, да. Удобно? Ну, кстати, почему бы и нет? А летать так можно? Нет, летать. Слушай, можно снять фонарь? Да, можно снять фонарь так, на кабриолете. Вы представляете, что ты такой кабриолет? А кто-нибудь делал так? Нет. А может, сделаем? Ну, можно. Надо только узнать. Тут, понимаешь, тоже есть фонарь, принадлежность планера, он создает, кстати, аэродинамическую силу вместе с крылом. То есть здесь как бы есть, можно, знаешь, так испортить аэродинамику, что не взлететь. Что еще я регистрировал? Прицеп. Как это выглядело? Вот Терри дал мне такую бумагу. Здесь он вписал как нового владельца в меня. И все. И дальше это все отправилось по электронной почте. То есть я даже никуда не ездил. И дальше по электронной почте мне пришло вот такое письмо. Вот, пожалуйста, новый прицеп. Оп, тут уже я. Все. Вот все действия, которые, ну, заплатили там, по-моему, 40 евро за это. Вот это, конечно, тоже удобно. Я думаю, что сейчас, ну, во многих странах так же. Но так как я делаю ролик о том, как регистрировалось это все во Франции, то есть что я сделал? Я все успел рассказать о преимуществах бюрократических. Сила батарейка сразу. Так что мы вылезли. И мы сейчас демонстрируем вам, как помещается пилот больших солидных габаритов в этот планер. Плюс этого планера то, что может летать пилот весом больше, чем 120 килограмм. Что во всех наших стеклянных вот этих планерах является некоторым обязательным элементом. Больше 120 нельзя. Здесь же можно, ну, теоретически, и 150. То есть в кокпит помещается с топливом, со всеми пирогами, килограмм 170. Ну, тут вопрос только, что как влезть. Но педали двигаются, то есть можно это двинуться еще дальше. И вы видите, что пилот вполне себе нормально себя чувствует и явно сидит и улыбается. Ну, мы-то знаем, что он улыбается, он только молчит, говорить он не хочет. Ну, очень хорошо. Подтверди, что улыбается. Но он улыбается, тут видно в зеркальце. В зеркальце видно, да. В зеркальце улыбается. Так вы не подглядываете. Не подглядываете. Намного комфортнее, чем в принцессе. Да? Лучше, чем в принцессе? Ну, все, видишь. Медо больше. Обзор лучше. Обзор лучше. Все лучше. Друзья, как все лучше в этом пипистрельчике. Так что, наверное, на этой оптимистичной ноте мы закончим. Давай мы с тобой станем вместе, как обзорчики. Заканчиваем обзор прекрасного воздушного корабля. Да. Всем брать. Рекомендуем. Ставим пять звездочек. Сейчас мы его приведем в порядок. В том смысле, что я, ну, наверное, там, научусь на нем летать. Я же еще не летал. Ну, летал, но мне нужно немножко влетаться, чтобы все-таки чувствовать себя, наверное, поспокойнее. Некоторые есть специфика по посадке, по работе всеми управлениями. То есть нужно... Ну, и тогда можно будет там взять, например, Максика и полетать. Ну, или ты в гости приедешь. Или я в гости. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Нам пора на полеты. До новых позитивных роликов. Окей, you are ready? Yes. Ну, вот смотрите, любое поле вот из этих, которые внизу для этого пристрельчика годится, потому что планер легенький, компактненький. Соответственно, на любую поляночку маленькую может приземлиться. Вот сейчас камера включилась и не грелась. GoPro 10 опять будет, а не ладно. То есть если кто будет покупать для подобных съемок, не покупайте эту гадость. То есть вообще не работает. Окей, I can control. You can do the photo. No, no. Вот смотрите, внизу везде водопады. Вот внизу озеро под нами. Я в нем купался. Еще одно большое озеро купался. Вот в этих водопадах внизу я купался. И вот сейчас крылом покажу, смотрите, вот там моя палатка стояла. Вот там, о! О, и тут стояла тоже. Вот это озеро. Как раз красивое. Да, и на скалы смотреть, когда у них ножки убираются. Тоже прикольно, скажу я вам. Хе-хе! Телли! Монифик! Я сегодня выбрал этот день для полета на капистреле, потому что уж очень погода прекрасная. Сюда было забраться. Сюда лететь недалеко от нашего дома. Это всего лишь 61 километр, вот прибор показывает. Совсем недалеко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова